Давайте об истории поговорим. Ну, 80 лет Варшавскому восстанию. Вообще сейчас 80-летние события, 80-летние давности, годовщины разные. Мы будем сейчас часто так или иначе обсуждать, отмечать слово здесь не подходит, но каким-то образом анализировать, вспоминать и рассказывать, как оно было на самом деле. Почему это требуется? Потому что, ну, событий, вокруг которых потом много разной мишуры было навешано, и в конце концов все оказалось сильно мифологизировано, их довольно много. Это, кстати, одно из таких событий. Кстати, можно сказать, что имеет отношение к дню сегодняшнему. Естественно, события 1 августа, начавшиеся в Варшаве, против немцев тогда в оккупированной ими столице Польши выступило около 3,5 тысяч, чуть плохо вооруженных сторонников. Это называлось подпольная армия, но так или иначе армии краевой, так называемой. Прямой приказ был отдан командующим этой самой армии Буром Комаровским. Политическое решение было принято в Лондоне иммигрантским польским правительством. Еще 26 июля разрешил это все вот этот самый премьер лондонского кабинета Станислав Миколайчик. Были люди и против, в частности, главком польскими вооруженными силами генерал Сосенковский. Он категорически был против. Он, кстати, ну, такой русофоб фактически был. Ну, вот говорил бессмысленно, это не надо, делать это нельзя. Ну, и, естественно, потом, во время советского периода это не очень сильно вспоминали, а вот поздние советские 90-е, ну, уже это была одна из историй, когда, видите, и здесь кровавый Советский Союз, который вполне можно было бы поставить на одну доску с нацистскими преступниками. Такой был паттерн, да, такое внедряли, такое очередное чувство вины нам, естественно, за нашу историю. Вот они могли помочь. Стояли, смотрели, как там вот уничтожали этих гордых, героических защитников Польши, тех, кто сопротивлялся. Хотя была, соответственно, польская армия на стороне Советского Союза, воевавшая. С армией Краевой не было прямого договора о сотрудничестве, об администрации. То есть какие у нас отношения с поляками при освобождении Польши, с ними это не обсуждалось, вот с этой частью польской элиты. Ну и в любом случае эти уроки хотелось бы обсудить, как оно было все на самом деле. Поэтому я с удовольствием историка, заместителя директора Центра регионального сотрудничества Московского педагогического государственного университета, кандидата исторических наук Сергея Александровича Засорина. Приветствую в эфире. Алексеевич, простите, Сергей Алексеевич. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Добрый день, Алексей. Ну, я у вас тогда с самого прям сходу, что называется, спрошу об уроках этого восстания. Для вас, как для историка, когда вот вы о нем рассказываете, а я знаю, что очень хорошо в этой теме разбираетесь, на что вы делаете фокус? Насколько оно было бессмысленным и в общем, да, ну, сильно подставившим местное население? Я бы так сформулировал, но, может быть, я и в своих формулировках окажусь, на ваш взгляд, неправым. Я поддержу вашу точку зрения, потому что это действительно жестокий, трагический и, по большому счету, вот не соглашусь только с понятием бессмысленный, в нем был кровавый, трагический и абсолютно провокационный смысл. То есть, я бы сегодня попытался разобраться в этой ситуации более или менее объективно, не вдаваясь в эмоции, которые долгие годы, десятилетия, ну, просто, я бы сказал, не просто подпитывались, а взращивались в польском обществе, потому что, вот, я бы в один ряд поставил. Катынский расстрел польских офицеров очень сомнительный и очень такой, достаточно неоднозначный. И вот эта трагедия Варшавского восстания и ряд других фактов, которые, по сути дела, всегда использовались как хорошая подпитка для русофобии, для антисоветизма. Пытаться нас превратить в извергов, гордых поляков, трагических героев, которые страдали только по нашей вине. Вот немцы не так уж были для поляков безжалостные, а вот русские, советские, всегда пытались изничтожить, всегда пытались подставить, всегда пытались наказать, запугать свободолюбивых поляков. Поэтому здесь надо, на самом деле, разобраться в этой истории так, чтобы не было вот такого осадка, такого извращения. А еще, чтобы ничего похожего не произошло сегодня. К сожалению, актуальность заключается в том, что вот такое абсолютно бесчеловечное отношение к своим собственным гражданам, а здесь поляки просто в заложниках оказались, сейчас можем разобраться, как такое случилось. Оно же и сегодня может произойти. И не только по отношению к полякам, но и по отношению к украинцам, которые сегодня вроде как младшим братом поляков выступают в современных вооруженных ситуациях и конфликтах. Поэтому здесь надо, на самом деле, не просто обелить, как-то реабилитировать наших солдат, а пытаться объяснить, что это не трагическая случайность. Это преднамеренная, очень серьезная, опасная, безжалостная провокация. Я бы так к этому относился. У нас, как говорится, 15 минут на все про все. Поэтому я там, с одной стороны, колаконичности, с другой стороны, ну вот чтобы мы все, что хотели, что можем, смогли обсудить. Какие отношения, почему, собственно, с этой самой армией Краевы у нас не выстроились отношения? Могли ли мы все-таки действительно им в этом восстании помогать? Это два вопроса, но я понимаю, что это два вопроса разных. Я постараюсь их объединить. Давайте мы оттолкнемся от того, что в ходе оккупации польских территорий нацистским рейхом сложилась фактически не просто борьба за освобождение, а вот параллельно гражданская война, еще начиная с 43-го года, когда в Польше выступали, ну в общем-то, вроде с патриотических позиций, две противоположные атоминистические силы. Армия Краева, которая ориентировалась на польское иммиграционное правительство в изгнании, Станислав Миколаевич его возглавлял в Лондоне, и гвардия Ледова, и одновременно комитет защиты польской независимости, вот они ориентировались на Москву. И Берут Болеслав, который возглавлял это направление, он был действительно близок к сталинскому руководству, он когда-то проходил обучение в Москве в школе Коминтерна, он был левым ярко выраженным патриотом. Вот, просто к этому, давайте учитывая, что в составе, чего не было на той стороне, в составе нашей Красной Армии, были сформированы польские части, дивизия Тадеуша Костюшка и прочее-прочее, которые шли освобождать Польшу в составе 1-го украинского и 1-го белорусского фронтов. Но, когда было принято решение о приведении операции «Буря», вот эта сама по себе идея, замысел заключался в том, и это, конечно же, напрямую смыкалось с интересами тогдашней английской власти, в первую очередь, позиция Чарчилля. Это лето 44-го, когда, собственно, мы уже подошли к Польше и даже вышли на ее территорию. Да, мы совершили великолепную операцию «Багратион», ступили на территорию восточной Польши, и в той же Англии писали, что русские сумели сделать за три недели то, что мы не могли сделать когда-то на Западном фронте, и у нас это не получилось. Они освободили территорию, равняющуюся Британским островам. Мы не умолимо шли вперед на Варшаву, но давайте обратим внимание, по дороге, когда мы освобождали Вирнюс или Львов, а для поляков традиционно это они рассматривались как польские территории, Вильно, Львов, и вот там-то как раз армия Краева пыталась, это была репетиция Варшавского восстания, опередить Красную армию и захватить эти территории, выбив оттуда немцев, ничего не получалось. То есть мы подходим, а они там поднимают восстание, и когда мы входим в город, а здесь уже поляки. А здесь нет, поляки не успели. Ни во Львове, ни в Вильнюсе не успели, их просто немцы отбросили, а мы, смели немцевы, пошли дальше. И вот когда мы наступали на Варшаву, было принято решение, чтобы за неделю до вступления Красной армии на территорию Варшавы, армия Краева, а это было примерно тогда 25 тысяч бойцов, должны были победить 20-тысячный немецкий корпус, который был укреплен по ходу польского восстания, туда приехал в самый разгар восстания Геринг и лично инспектировал разгром непокорных поляков, они должны были за неделю до нас освободиться и объявить о польском независимом государстве, которое выступает в тесном союзе с Соединенным Королевством. Была еще одна идея. Расчет был на тот, что если они поднимут восстание, если они сбросят немцев, если они освободятся, а мы придем и столкнемся уже с поляками, сидящими в Варшаве, мы можем, то есть поляки на нашей стороне могут столкнуться с поляками противоположными, мы будем поддерживать, конечно, гвардию Людову, и про советские силы тогда англичане вступятся за армию Краеву, вот она, Третья мировая война. И тогда вообще рассматривался сценарий, что англичане используют немецкие части, которые в это время на подходе к Берлину сдавались, их сохраняли с оружием в плену. Вот то, что потом Черчилль превратит в операцию немыслимое, которая будет развиваться в 1945 году, еще в 1944 году на основе Польши могло произойти, если бы только они смогли в Варшаве чего-то добиться. Никаких предварительных договоренностей. Были переговоры двух польских сторон, Сталин сказал, если они договорятся с единым правительством, мы поддержим, если они не договорятся, мы будем поддерживать только Берута и только те силы, которые доказали, что они истинные польские патриоты, которые хотят свободы и независимости своему отечеству. Я, армия Краева, на компромиссы не пошла. Были переговоры между Берутом и между польским гемокрационным правительством, ничего не вышло. Они подняли восстание, они тут же получили серьезный отпор и серьезное подавление. Вообще говоря, это, конечно, была трагедия. Из миллиона жителей Варшавы 200 тысяч погибли во время, это было не какое-то кратковременное победоносное выступление, а несколько месяцев упорной борьбы, когда немцы подвели резервные части, танковый корпус элитный был высажен. И, в общем-то, это было безжалостное, расправно от восставшими. И тот момент, когда полилась кровь морем, вот тогда они обратились за помощью Красной Армии. Но не потому, что мы им сделали в назидание вот такое, в общем-то, наказание придумали, а потому что немцы нас остановили. На поступок к Варшаве. И можно было несомненно вероятными усилиями, потерями прорываться, но мы все равно бы не успели по времени. Причем, когда поляки говорят о том, что это было изничтожение польского народа, они немножечко забывают, что первым белорусским фронтом в это время командовал поляк. Рокоссовский, да. Рокоссовский, да. Рокоссовский Константин, поляк по происхождению. Уж его-то он потом станет министром обороны после военной и социалистической Польши. Уж его-то считать главным врагом польского народа, это было бы просто глупо и невероятно. Мы не смогли этого сделать. Поэтому, в конечном счете, мы освободим Варшаву. Мы освободим Варшаву уже после, обескровленную Варшаву. В Варшаве, где армия Краева была практически, ну, сама себя заклание принесла, и вместе с ней огромное количество мирных жителей, которые поверили, которые там действительно был такой энтузиазм, была самопожертвенность. Ну, ради чего? Ради политической интриги? Или ради свободы своей страны и своего родного города? Вот в чем вопрос. Поэтому это, конечно, было кощунственно. Это было безжалостно, это было бесчеловечно. Это интриги, за которые была заплачена огромная цена человеческой крови. Вот, по сути дела, как сегодня стоит к этому относиться. Все возможные придумки, все возможные фантазии насчет руки Москвы, которая наказала непокорных поляков. Вот если бы мы тогда бы помогли, спасли, то мы бы никогда не смогли удержаться в Польше, потому что тогда бы армия Краева привела бы в конечном счете власть и свое правительство, и все. И нас бы вслед за немцами оттуда бы выжили, как говорится, с польской территорией. Вот как сегодня начинают размышлять в современной Польше, когда эти события пытаются ставить в пику противовес нашим действиям, нашим подвигам. Кстати, при взятии Варшавы погибло несколько сотен красноармейцев. Когда мы все-таки дошли до города, и когда с боями и с кровью смогли его отбить у немцев. Но это нисколько не помогло тем людям, которые были, по сути дела, на закладе отданы. Сергей Алексеевич, еще тоже два момента. То есть это надо, во-первых, тоже уточнить, потому что действительно мифологизировалась сила Красной Армии, которая уже подошла к Варшаве. В реальности контур-ударами нас даже там с плацдармов так подвышибали, потому что уже сильно мы были ослаблены. Ну и требовалось коммуникации, что называется, подтянуть от горючего до, соответственно, всех других технических вещей. А немцы как раз четыре дивизии очень мощные туда бросили. То есть они бреши начали уже так бетонировать. И второй очень важный момент, я просто, чтобы вы тоже это прокомментировали, а второй момент озвучу, довольно циничный тоже. 31 июля вот этот самый Миколайчик, то есть премьер польского правительства в эмиграции, общается с Молотовым. И он ему несколько раз говорит, ну мы сейчас тут что-то такое сейчас в Варшаве сделаем. Молотов ему довольно последовательно, четыре раза, четыре раза в разговоре говорит, вы поговорите вот с нашими поляками. Он это пропускает мимо шеи. То есть 3 августа он уже разговаривает со Сталином. И обсуждается несколько вопросов. Он говорит, что есть некое восстание в Варшаве, но обсуждает несколько второстепенных вопросов. Границу Польши, циничное, самое такое, да, циничное. Политическое устройство, как вот мы будем, мы, эмигрантское правительство, потом будем управлять в Польше. И что-то еще. И в конце Сталин говорит, у вас есть еще какие-то вопросы. Они даже за помощью не обратились, хотя третий день уже идет восстание. Все правильно. Алексей, вы знаете, что касается первого вопроса? Да, нас остановили. Остановили абсолютно непреклонно. То есть там не было возможности вот этот плацдарм, который они создали. Ну да, рядышком, 35 километров от Варшавы. Но преодолеть в короткое время это было невозможно. Для этого требовалось подтягивание резервов, подготовка к решению к наступлению. Ну, все надо было сделать не за часы, а за дни и за недели. Что и мы сделаем потом, как и полагается по всем законам ведения военных действий. Что касается вот этого вот двуличности и хитро, если не подберу слово приличное... Хитро-хитро, да. Я тоже не подберу. Ну, короче говоря, Николаевич, его, извините, вот это вот совершенно непотребное поведение, да, ему сказал, мол, говорите с Берутом, говорите, кстати, давайте учтем, что в составе польской армии внутри Красной, в это время польской дивизии внутри Красной армии воевал будущий Ярузельский войцах, генерал Броний, который будет со временем министром Ворона и президентом Польской Республики. Его тоже можно было включить в состав переговорщиков. Там было. Был Андерс, который в свое время формировал еще в начале войны дивизию, куда вступали, правда, потом он не смог до конца с левыми поляками, с коммунистами найти компромисс. То есть там было, что обсуждать. Но ведь Николаевич ничего не собирался обсуждать. Он собирался просто-напросто оттянуть время, чтобы, не дай бог, мы раньше срока не пришли. И чтобы они успели все сделать то, что им там фантазия представлялась. А когда они осеклись, вот тогда он вспомнил о милосердии. Какой милосердии в этой ситуации? Поэтому все случилось так, как они и должны были на свою голову получить. Вот на что они нарывались, то и получили. То и получили. Сталин абсолютно справедливо сказал. А что мы можем еще сделать? А что мы можем сделать? Вы отказались. Мы делаем то, что мы должны делать, как полагается в нормальных условиях войны, по всем правилам, по всем тактическим, всевозможным таким... Все, что надо было сделать, мы сделали. Но вы сами, вы сами не захотели не найти компромисс, не договориться о совместной... Не объявить в конце концов восстание в тот момент, когда мы уже входили бы в город. Кто вас за язык тянул? Кто вас заставлял лезть на рожон и подставлять людей под немецкое оружие? Вот и все. Поэтому что уж здесь укорить, что уж здесь искать врагов на нашей стране, что уж здесь во всем русских обвинять, виноваты сами. Полностью с вами согласен. Сергей Алексеевич, спасибо огромное за то, что нашли время, пообсуждали тему. Она на самом деле гораздо больше, чем на полчаса разговора, но думаю, что еще и в том числе наше движение освободительное по Польше можно будет обсуждать, потому что, вот я говорю, целый ряд сейчас будет разных таких вот годовщин. Ну, все, вот мы так входим с 80-летним лагом в вторую плейну 44-го, ну и 45-й победный уже окончательный год. Наверное, еще это все не раз обсудим. Спасибо большое, Сергей Алексеевич.